В начале выпуска о кадровых решениях на высшем уровне Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Забайкальского края Константина Ильковского и объявил выговор главе другого региона Карелии Александру Худилайнину. Повод в почти нулевые итоги реализации программы расселения жителей из ветхих домов. Продолжение темы материал Кирилла Брайнина. Очень удобное жилище. Это верно. И там вас безусловно примут с радуши и мисс Лети. Кристина, кажется, завидует героям мультфильма. Ведь ее дом никак не назовешь удобным. Из-под одеяла нос лучше не высовывать. Холодно. В морозы вообще спали в одежде. Но пришла оттепель и в доме прорвало канализацию. Очередная беда, к которым здесь давно привыкли. Ну, холодной воды у нас с декабря месяца нет. А прорвало у нас воду вчера вот. У соседей не лучше. Дом в карельском поселке Заозерье, в котором Кристина Жданович живет с маленьким сыном, строился еще в 54-м, как времянка. В 2012-м его, наконец, признали непригодным для жизни. Но очередь на расселение так и не подошла. Мы были первые на очереди под расселение. То есть, ну, если должны были быть какие-то постройки, то мы должны были расселяться первыми. Но со сменой главы нашего района, у нас, получается, наша очередь, она слетела на 30 каких-то. А мы были первыми. Жители этого барака в Чите тоже давно в очереди, аж с 2010-го. Перекрытие сгнили еще раньше. Здесь, говорят, чиновники, видимо, ждут, пока крыша упадет людям на головы. И даже ничего не обещают. С администрацией представитель был, они сказали, что у них нет финансов на переселение жильцов. Вот их ответ, что нет денег. Ответ довольно странный, если учесть, что на программу по расселению аварийного жилья Забайкальский край в 2014-м получил 340 миллионов рублей. В прошлом году еще 61. В Карелии и того больше. В 2014-м 734 миллиона. Годом позже 244. А программу выполнили в Забайкалье на 13%, а в Карелии на 11. На совещании в прошлую среду у президента возник логичный вопрос к министру строительства. А куда деньги дадут? Пока они остаются в бюджетах, в субъектах Российской Федерации. А как они объясняют вот такое положение дел? Тем, что не могут по сути администрировать эту программу. Разводят руками, Владимир Владимирович. Ну вот два таких региона. Дмитрий Анатольевич, у меня к вам просьба и к руководителю администрации президента. Я вас спрошу тогда проанализировать дополнительно, что там происходит. И представить предложение, в том числе кадрового порядка. И вот спустя неделю кадровые решения глава государства принял. Президент лично методом погружения разбирался с этими проблемами. По результатам беседы губернатор Забайкальского края Ильковский подал прошение об отставке по собственному желанию. Это прошение было удовлетворено. Губернатор Карелии Александр Худиланин отделался выговором. И уже заявил, что с критикой согласен. Впрочем, вопрос, как получилось, что деньги есть, а дома для переселенцев не построили, остался открытым. Ошибка в том, что губернатор отдал на откуп этой своей команде, которая просто не в полной мере контролировала. Я напомню, что в декабре 2013 года, когда был Государственный совет под руководством президента страны, президентам было озвучено, что губернаторы будут нести личную ответственность за реализацию этой программы. Ну вот результат. В правительстве, говорят, бюджетную дисциплину регионам придется подтянуть. А отставка губернатора Забайкалья и выговор руководителю Республики Карелия в этом смысле первый звонок. Такая политика будет проводиться последовательно для того, чтобы, получая деньги, принимая на себя обязательства, руководители соответствующих регионов выполняли точный и установленный срок, те задачи, которые решаются с помощью субсидий федерального бюджета. В Общероссийском народном фронте провели собственный мониторинг расселения аварийного жилья по всей стране. И оказалось, что в зоне риска еще несколько регионов. Это Республика Тыва, это Калмыкия, это в том числе Тверская область, целый ряд других регионов. Здесь требуется, на наш взгляд, такой индивидуальный уже подход. Необходимо локализовать эту группу и, по сути, по каждому из этих регионов сформировать конкретный абсолютно план исправления ситуации. В целом по стране расселение ветхих домов идет успешно, а у отстающих совсем немного времени. Программа действует до сентября 2017-го. К этому времени все жители аварийных бараков должны переехать. И руководители регионов отвечают за это лично. Кирилл Бранин, Лилия Зорина, Сергей Зенин, Анна Заякина и Сергей Деев. Первый канал.